У меня в Китае пару лет назад обладал этот чемпионат. Вам были довольно жесткие правила, например, на поле своей, то есть она между полями, где отличаются частицы, тоже проигрываешь? Я должен соблюдать правила, которые мы использовали даже на Чемпионате мира. И таких жестких никогда не было. Короче, если ты уронишь фигуру... Когда уронишь фигуру может исправить, но когда уронишь фигуру нажмем часы, сразу проигрываем. А здесь есть такой... можно playing 3-fold repetition? You know, you can, of course, you can play repetition, but each arbiter is just close to the goal. In other way, the opponent must see and must agree. Ну, оно как в партии идет в DGT boards. Да. Вы знаете, когда есть такой случай, что есть повторение ходов, и нет арбитра, никто не может подтвердить, а противник отказывает подтверждение. Но тогда надо продолжать. Имеете 2 секунды на ход. Уже одна партия, я вам могу показать, как интересный случай, что одна партия между Леком и Хванчуком длилась 220 ходов. Но там это другая позиция. Окей, you can... Когда прекращение пешкой, это есть твоя традиция. Большинство шахматистов в мире берет пешку, берет пешку, берет истокатфию, нельзя, или там любую другую фигуру. Пока не начнет часу, он может себе поставить пешку, взять фигуру и поставить пешку и жевать фигуру, потому что он может не хватать на доске, как на второй фиге и так далее. И так далее. Продолжение следует...